Вы будете в шоке, но ученые обнаружили удивительный кубок, которому несколько тысяч лет, и который создан с использованием нанотехнологий. Как такое вообще возможно? Сегодня я расскажу вам про самые интересные древние технологии, которые обнаружило наше человечество. А в конце вы узнаете о самой удивительной пещере, которая может зомбировать людей. Приятного просмотра! В нашем мире у каждого человека есть под рукой свой собственный миниатюрный компьютер. Да-да, я сейчас говорю про телефоны. Через них мы можем сделать буквально что угодно. Позвонить на другую часть света? Да запросто. Заказать себе еды? Легко. Да и проложить маршрут от дома до ближайшего парка можно за пару кликов. А вот раньше, еще в прошлом веке, о подобных технологиях человечества не могло и мечтать, ведь компьютеры были просто колоссальных размеров и часто были больше, чем целая квартира. Но что, если я скажу вам, что более двух тысяч лет назад уже существовали компьютеры? Вы можете назвать меня чудаком, но недавно я наткнулся на очень интересную иностранную статью про антикетерский механизм. Что это такое, почему его называют компьютером и сколько ему на самом деле лет? Сейчас расскажу. Где-то в начале 20 века около греческого острова Антикетера пара рыболовецких суден наткнулись на затонувший корабль времен Древнего Рима. На его борту исследователи обнаружили мраморные статуи, различные золотые изделия и амфоры. Всем сразу было ясно, что этому кораблю уже несколько тысяч лет. Но каково же было удивление всех, когда на борту обнаружили удивительный механизм. Он состоял из кучи шестеренок. Изначально не было понятно, что это вообще такое, но позже ученые сделали сенсационное открытие. Антикетерский механизм оказался, по сути, аналоговым компьютером. Если что, наши современные вычислительные приборы работают по принципу «да-нет», их еще называют дискретными. А вот те компьютеры, которые работают с различными физическими параметрами, такими как скорость, длина, сила тока, давление и другие, называют аналоговыми. Они до сих пор используются и в наше время. Взять, к примеру, тот же термометр. Да и во многих автомобилях до сих пор есть такие компьютеры. Если вы не знали, то автоматическая трансмиссия – это не что иное, как настоящий аналоговый вычислительный механизм. Они были очень популярны в прошлом веке, но сегодня такие компьютеры почти никому не нужны. Ведь все они имели лишь одно предназначение и не могли использоваться иначе. Да и места занимали, ну, очень много. А вот дискретные технологии, наоборот, стали развиваться огромными темпами за счет своей универсальности. Но вернемся к нашей древней находке. Для чего же все-таки он использовался? Внутри антикетерского механизма обнаружили 37 шестеренок разной величины, а вся конструкция лежала в прямоугольном деревянном коробе. Главный циферблат представлял из себя механическую солнечную систему. Благодаря нему можно было понять точное местоположение по времени Луны, Солнца и других известных планет на то время. Еще один циферблат вычислял даты повторения лунных фаз. В общем говоря, это был своего рода очень умный календарь, в котором также были встроены часы. Удивительно, как такое вообще смогли создать несколько тысяч лет назад. А еще этот механизм могли использовать для навигации. В общем, настоящий универсальный прибор, который, как мне кажется, не должен был быть утерян. Остается загадкой лишь один вопрос. Кто все-таки создал это чудо инженерной мысли? Ведь то, с какой точностью работал этот прибор, просто поражает воображение. Да и в наше время люди не сразу разобрались в его устройстве. Чтобы полностью понять его предназначение, пришлось дождаться, пока человечество разработает компьютерную томографию. Ведь даже рентгенография в этом деле не помогало. Ну а сегодня наши ученые уже создали полноценную работающую копию этого механизма. Вообще, меня повергает в шок то, какие удивительные артефакты создавались несколько тысяч лет назад. И от этих находок лично у меня невольно возникает вопрос, а точно ли вся эта известная нам история правдиво. Вот вы только вслушайтесь, в Риме обнаружили удивительный кубок Ликурга, которому несколько тысяч лет. И нет, меня шокирует не то, какой он красивый, как искусно сделан и так далее. Многие годы после обнаружения этого артефакта ученые били головы в попытке разгадать его удивительные свойства. Дело в том, что при обычном свете этот кубок выглядит зеленым, но если через него пропустить направленный свет, то он становится красным. Считается, что кубок нашли в конце 19 века, и лишь спустя несколько десятков лет, в 1959 году, один ученый случайно обнаружил его удивительные свойства. И то, почему кубок меняет свой цвет, оказалось для нас очень сложной загадкой. Ведь такое свойство он получил не из-за какого-то пигмента, который был внутри стекла. Ученые полагали, что внутри него были какие-то наночастицы, которые взаимодействовали с фотонами света и меняли его спектр. Звучит как нечто высокотехнологичное и почти нереализуемое. И это уж точно не те технологии, которые могли использовать пару тысяч лет назад. Но, как оказалось, именно так оно и было на самом деле. В 1990 году ученые выяснили, что внутри стекла присутствует пыль серебра и золота. И именно благодаря ним и проявляется столь удивительное свойство. Но у меня встает лишь один вопрос. Как вообще люди могли догадаться две тысячи лет назад до такого? Это же по сути нанотехнологии. Посудите сами. Во-первых, людям нужно было узнать о том, что стекло с примесью серебра и золота может менять цвет проходящего через него света. Во-вторых, нужно было точно знать концентрацию и пропорции всех материалов. Ну и, наконец, в-третьих, нужен очень умелый мастер стеклодув, который смог бы изготовить такое поразительное изделие. В общем, как обычно, огромная куча загадок, решения которых мы в ближайшее время не узнаем. Вообще, меня всегда поражали все эти пирамиды в те удивительные катакомбы и пещеры и другие древние сооружения. И мне было интересно, а как люди вообще в древности смогли все это возвести? Ну вот серьезно, кто построил эти огромные пирамиды? Но даже эти сооружения не сравнятся с древним храмовым комплексом Пума-Пунку. Пума-Пунку переводится как «Врата Пумы». Почему именно это название выбрали для комплекса доподлинно неизвестно? Ведь в его архитектуре нет ничего, что напоминало бы животных, как, например, это было в Древнем Египте. Там, если вы не знали, есть сфинксы и другие скульптуры, которые олицетворяли животных, которым поклонялись люди. Но Пума-Пунку очень интересен своей архитектурой. Дело в том, что здания в этом храмовом комплексе изготовлены из камня, который имеет, ну, очень уж правильные геометрические формы. Удивительно то, насколько все было продумано. Дело в том, что стены строились из огромных и очень тяжелых блоков. И эти блоки крепились между собой по принципу шип-пасс. То есть на одном из них был выступ, а на другом углубление. И самое поразительное то, что они были, ну, очень ровно сделаны. Буквально все углы, которые имели колонны, стены и перекрытия, сделаны строго под прямым углом. Да нашим современным строителям и не снилась такая точность. Более того, все эти огромные каменные блоки весили несколько десятков, а то и сотен тонн. А теперь представьте, что сначала этот камень где-то добыли, потом доставили до строительной площадки, ведь поблизости не было ни одного известного карьера, так еще и обрабатывали долгое время, делая из обычной скальной породы настоящие шедевры геометрии. Как такое вообще возможно? Но лично меня мучает не этот вопрос. Понятное дело, что с нашими технологиями воплотить в жизнь такие сооружения было бы реально. Однако все это было создано несколько тысяч лет назад. Некоторые ученые говорят о том, что этому храмовому комплексу более 10 тысяч лет. Доподлинно узнать возраст сооружения сейчас невозможно. Но не кажется ли вам, что все это просто невозможно было создать древним людям? Почему я так считаю? Ну смотрите, если в Египте ученые смогли доказать, как строились пирамиды, то тут до сих пор непонятно, откуда появились такие ровные грани. Дело в том, что помимо крепления шип-паз, блоки комплекса обрабатывали так, что их стыковка могла производиться вообще без цементных растворов. И это весьма удивительный факт, ведь между двумя блоками из обычной горной породы не пролизало даже остро заточенное лезвие. А еще удивительно то, что все эти блоки имели схожую форму и структуру. То есть в древние времена люди смогли настроить полноценное фабричное производство однотипных деталей, которые потом использовались в строительстве. Не кажется ли вам, что это как-то слишком, если учесть, что постройки несколько тысяч лет? Лично мне кажется, что тут не обошлось без древних цивилизаций. Ну или инопланетян. Люди уже давно отмечают, что некоторые постройки имеют просто необъяснимые характеристики. Кажется, что даже сейчас почти невозможно создать производство идентичных многотонных блоков из горной породы, которые можно было бы крепить друг другу без использования цемента. А может быть, все дело в инопланетных цивилизациях, которые помогали человечеству. Это объяснило бы, почему ученые до сих пор не могут с уверенностью ответить, каким образом в древности появились такие сооружения. Вообще в нашем мире огромное множество самых загадочных мест, о существовании которых люди до сих пор не знают. И я в этом точно уверен. Ведь некоторые из сооружений находят совершенно случайно. Как, например, это случилось с катакомбами Хал Сафлиени. В начале прошлого века, в 1902 году, на острове Мальта шло строительство. Работы проходили в пригороде города Паула. Рабочие готовились соорудить специальную систему для сбора воды. А для этого им нужно было установить емкость для жидкости. И вот они начали вырубать в известковой породе глубокую яму. Во время этих работ они обнаружили пустоты в скале. Правда, никто из них не придал этому значения, кроме местного священника. Когда до него дошли слухи об обнаружении каких-то тоннелей, он добился от правительства при остановке работ. И после этого он отправился на исследование находки. Внутри он сразу же понял, что это никакие не природные пещеры, а полноценные сооружения, созданные кем-то. Это оказались катакомбы, внутри которых был целый лабиринт из яйцеобразных помещений, которые были соединены лестницами и коридорами. Внутри он нашел огромное количество человеческих и животных останков. Поначалу все думали, что эти катакомбы относятся к христианской церкви, но они ошибались. Дело в том, что на стенах подземного сооружения не было найдено ни одного символа, который мог бы указывать на принадлежность пещеры к вере. Наоборот, там нашли большое число рисунков с разнообразными геометрическими формами. Скорее всего, это место было своеобразным убежищем для сектантов, в котором они делали жертвоприношения. На это указывает большое количество костей людей и животных. По разным оценкам, их там около четырех тысяч. Но лично меня поражает не сам факт находки, а то, какими поразительными свойствами она обладает. Дело в том, что во всем этом комплексе катакомб есть одна удивительная комната. Ее еще прозвали палатой оракула. Дело в том, что в этой комнате воссозданы уникальные акустические свойства. В одном из углов есть специальная овальная ниша, которая расположилась на высоте лица взрослого человека. Но для чего она была нужна? Ответ оказался максимально удивительным. Дело в том, что если человек с достаточно низким голосом начнет что-то говорить в эту нишу, то его голос будет слышен во всей пещере. А все благодаря эху, которая будет разносить слова этого человека и при этом многократно усиливать голос. В общем, очень удивительное место. Но самое удивительное то, что если в нишу попробует что-то сказать человек с высоким голосом, например, девушка, то такого эффекта не будет. Как такое вообще возможно? Лично для меня, как и для ученых, остается загадкой, кто вообще смог создать такое помещение, чтобы оно работало как огромный рупор лишь на определенных частотах. И более того, звук частотой 110 Гц начинал резонировать, из-за чего люди, которые находились в катакомбах, испытывали мощнейшее воздействие. Такие вибрации легко могли ввести человека в гипноз. Возможно, люди, которые находились в этом храме, испытывали мистические ощущения от тех ритуалов, которые тут проводились. Но знаете, какой факт самый поразительный? По заверениям ученых, это сооружение было создано около 6 тысяч лет назад. Кто вообще мог в то время знать о свойствах звука резонировать? Как смогли просчитать столь сложную структуру помещений, чтобы звук распространялся равномерно? Кто смог внутри скалы создать такую огромную пещеру? Никто до сих пор не может ответить на этот вопрос. Лично мне кажется удивительным то, насколько сильно были развиты древние цивилизации. Современная история гласит, что в те времена люди вообще ничего не знали о науке. Но на деле столько удивительных технологий было несколько тысяч лет назад. Так может быть, все это создали инопланетяне? А что, звучит весьма реалистично с учетом того, о каких удивительных сооружениях я вам сегодня рассказал? Лично я думаю, что все эти технологии древности были придуманы некой цивилизацией, останки которой просто не смогли дожить до наших дней. В любом случае, наша с вами история имеет много белых пятен. Быть может, наше правительство что-то умалчивает или кто-то нарочно удаляет исторические события из летописи. Кто знает, кто знает. Сегодня я рассказал вам о самых удивительных технологиях древности, которые ученые не могут объяснить до сих пор. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, а также если вы хотите продолжения. Лично я выделю компьютер, который был создан с профессиональной точностью. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в телеграм-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр!